Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство десертных шоколадных масс. Десертные шоколадные массы получаются в результате дополнительной обработки обыкновенной шоколадной массы, чтобы повысить ее дисперсность, то есть степень раздробленности частиц. При этом десертная шоколадная масса имеет дисперсность не менее 97%, а если в нее добавлены какие-то дополнения, то 96%. Определение дисперсности производится по методу Реутова. Шоколадную массу, предназначенную для десертных сортов шоколада, подвергают дополнительной механической и тепловой обработки в конш-машинах. Процесс обработки в них называется коншированием. Из имеющегося многообразия конструкций конш-машин, продольные, ратационные, циркуляционные и другие, наибольшее распространение получили продольные, иногда называемые и горизонтальными. Схематичный разрез продольный конш-машины представлен на экране. Шоколадную массу загружают в 4 глубокие емкости 3, днища и стенки которых закруглены. Гранитные катки 1 энергично перемешивают массу, совершая поступательно возвратное движение по днищу емкости. Катки приводят в движение закрепленный на валу 7 кривошипный механизм 6. Каждая емкость снабжена водяной рубашкой 8, в которую подается горячая вода для подогрева шоколадной массы. Во время работы машины емкости закрывают крышками 4, предотвращая разбрызгивание массы. Катки свободно вращаются вокруг своей оси с помощью шатунов 5. Обработанную шоколадную массу с помощью насоса в два выгружают из машины и направляют на формование. Обработка шоколадной массы продолжается непрерывно в течение 72 часов при температуре 65-70 градусов Цельсия. Для молочных сортов шоколада температуру снижают до 45-50 градусов Цельсия. Под влиянием механического и теплового воздействия в шоколадной массе происходит ряд физико-химических и структурно-механических изменений, которые обуславливают существенное улучшение качества шоколада, повышая его вкусовые и ароматические достоинства. При обработке массы в конш-машинах снижается вязкость, прочность, влажность и увеличивается гомогенность массы. Перемешивание сопровождается соударением частиц и ударами массы о стенки ямкостей. Катки, совершая 30-36 ходов в минуту, стальными ударами отбрасывают массу на стенки ямкостей. Стекая со стенок, масса снова попадает в движущийся поток и снова перемешивается. Интенсивное механическое воздействие влечет за собой разрушение конгломератов, образовавшихся после вальцевания, и равномерное распределение твердой дисперсной фазы в жидкой дисперсионной среде. Вследствие равномерности распределения масса становится более однородной, то есть гомогенной. Вкусовые достоинства шоколада выражены тем полнее, чем выше гомогенность его состава. Влияние перемешивания для достижения полной гомогенности подтвердилось исследованиями Ермаковой и Клешкова. Проведенные профессором Рапопортом с сотрудниками фундаментальной исследования в области теории и практики технологии шоколада, продолженные и развитые затем его учениками Маршалкиным, Ермаковой, Кузнецовой и другими, показали связь явлений, происходящих при производстве шоколада, значимость их и влияние на качество готовых изделий. Весь процесс производства шоколада в той или иной мере связан со структурой образованием, которая зависит от температуры и других факторов. Структура образования при понижении температуры происходит в результате усиленного сближения частиц твердой фазы, возникновения контакта между ними и сцепления этих частиц через тонкие прослойки какао-масла, являющегося в системе дисперсионной средой. Для шоколадной массы как структурированной системы важными характеристиками служат вязкость и прочность структуры. Изменение вязкости и прочности происходит на протяжении всего процесса обработки шоколадных масс, величины их не одинаковые на различных участках производства. И задача состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае эти характеристики были оптимальны как для процесса приготовления полуфабриката с заданными свойствами, так и в конечном счете для выпуска товарной продукции высокого качества. Так, например, направляя шоколадную массу навальцевания, необходимо поддерживать пластические свойства, обусловленные сравнительно высокой прочностью структуры, с тем, чтобы масса толстым плотным слоем прилегала к поверхности измельчающих волков и не сбрасывалась с них центробежной силой. При таких условиях как производительность пятиволковой мельницы, так и эффект измельчения оказываются большими. Указанными свойствами массы обладают при определенном содержании жира и температуре. Как известно, содержание какао-масла в шоколадной массе на участке измельчения не превышает 27-29%. Температура массы около 40%. Следовательно, какао-масло также играет важную роль в образовании структуры. Добавление какао-масла сверх указанного количества, разводка массы, обуславливает снижение вязкости и уменьшение прочности. Масса становится жидкой, легко транспортируемой на участке последующих операций. Величина вязкости и прочности шоколадной массы после разводки 7,6 паскаль секунда и 45,1 паскаля соответственно. Экспериментальное изучение процессов, протекающих при коншировании шоколадных масс в течение 72 часов, проведенное Кузнецовой, позволило установить продолжающееся снижение вязкости и прочности, а также уменьшение влаги в обрабатываемых массах. Причем оказалось, что изменения происходят главным образом в течение 48 часов. К концу вторых суток вязкость с 7,6 паскаль секунда снизилась до 4,65 паскаль секунда, а прочность с 45,1 до 23,7 паскаля. К концу третьих суток вязкость и прочность несколько возрастают, не достигая все же первоначального значения. Некоторое упрочнение структуры объясняется повышением дисперсности в результате продолжающегося хотя и незначительного изменения твердой фазы, при котором увеличивается число частиц размером менее 16 микрометров. Полагают, что механическая обработка шоколадной массы приводит к сглаживанию острых углов частиц, к их округлению, благодаря чему вкус шоколада становится более нежным. С дисперсностью связаны и тексатропные свойства шоколадной массы, которые проявляются в тем большей степени, чем тоньше измельчение массы. Тексатропия шоколадных масс изучалась многими исследователями, в том числе на кафедре технологии кондитерского производства Московского государственного университета пищевых производств. В этих опытах измельченная шоколадная масса с установленной предварительной вязкостью подвергалась коншированию в течение 72 часов при температуре 65 градусов Цельсия. После длительной механической обработки в лабораторной конш-машине вязкость массы значительно уменьшается и становится постоянной, что служит доказательством разрушения структуры. Оставленная в покое при неизменяющейся температуре шоколадная масса постепенно восстанавливает свою структуру и ее вязкость возрастает, достигая почти первоначального значения. Такое восстановление структур называют тексатропным упрочнением. В условиях производства возможны случаи, когда по каким-либо причинам шоколадная масса остается на некоторое время в покое при постоянной температуре. При этом не происходит ее расслаивание благодаря тексатропным свойствам. Насыщаясь воздухом нагнетаемым в конш-машину центробежным вентилятором, шоколадная масса становится менее плотной. Известно, что влага удаляется из шоколадной массы при коншировании. Содержание влаги в обработанной массе обычно не превышает 0,5-0,6%. В поступившей на обработку массе влаги 1% и немного больше. Наряду с удалением влаги отмечается и удаление летучих соединений, обладающих неприятным запахом, несвойственным шоколаду. Конширование шоколадных масс сопровождается не только снижением влажности, но и уменьшением тетруемой кислотности и увеличением активной PH. Следовательно, возможны химические превращения. Исследовано также влияние процесса конширования на изменение фенольных соединений. Известно, что фенольные дубильные вещества обладают вяжущим и горьким вкусом, сообщая его какао-бобам, в которых они находятся в виде сложной смеси полифенольных соединений. В процессе переработки какао-бобов, особенно под воздействием высокой температуры обжарки и последующего измельчения, вяжущий привкус и горечь становятся все менее выраженными. Смягчение неприятного вкуса происходит вследствие окислительных процессов в фенольных соединениях, их конденсации и полимеризации. Эти же процессы продолжаются и при длительном коншировании, стимулируемые воздействием тепла и воздуха, попадающего в шоколадную массу. Методом хроматографирования на бумаге установлено, что в процессе конширования увеличивается количество лейкоцианидина и минус эпикатехина, плюс катехина становится меньше. Указанные изменения приводят к облагораживанию вкуса шоколада, исчезновению неприятной горечи и вяжущего привкуса. Причины развития специфического шоколадного аромата в коншируемой массе изучены недостаточно. Можно предположить, что биохимические реакции, лежащие в основе его образования в какао-бобах под воздействием термической обработки, продолжаются и при коншировании шоколадных масс. Помимо продольных конш-машин кондитерские предприятия используют и ротационные. Обработка шоколадной массы в ротационных конш-машинах имеет свои особенности. В этих машинах шоколадной массе сообщается не возвратно поступательная, как в продольных конш-машинах, а вращательная, совершаемая массой как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях с большой скоростью. Рабочие органы ротационных конш-машин представляют собой перемешивающие устройства, которые в различных типах машин конструктивно различаются. Ротационные конш-машины, используемые на отечественных кондитерских предприятиях, представляют собой металлические резервуары цилиндрической формы, в которых перемешивающие устройства выполнены в виде конических волков и фасонных лопастей, способных вращаться с переменной скоростью и менять направление движения. Благодаря сложной форме лопастей шоколадная масса при вращении образует тонкие струи, которые легко и энергично смешиваются с воздухом нагнетаемым вентилятором. Большая скорость движения и интенсивная аэрация шоколадной массы способствуют тому, что обработка шоколадной массы в ротационных конш-машинах заканчивается значительно быстрее, чем в продольных. Процесс конширования в ротационных машинах осуществляют в две фазы. Первая фаза, продолжающиеся 18-24 часа, характеризуется непрерывным и интенсивным перемешиванием массы, загруженной в конш-машину сразу же после вальцевания, когда она имеет вид тонких хлопьев или порошка и содержит только то количество какао-масла, которое внесено с какао тертым, то есть 26-29 процентов. Если в шоколадную массу в первой фазе обработки какао-масла не добавляют, то она называется фазой сухого конширования. Восстановление пластичной структуры шоколадной массы, присуще ей до вальцевания, происходит как под воздействием тепла, подведенного в машину, так и под воздействием быстрого и сложного движения массы, зависящего от конструкции рабочих органов. Вторая фаза конширования совмещена с разводкой. Конширование проводят при изменении направления движения рабочих органов, а следовательно и массы, и использовании более высоких скоростей. Температуру шоколадной массы повышают до 65-70 градусов Цельсия. Какао-масло и фосфатиды добавляют в конце конширования. Обоснование позднего введения какао-масла заключается в том, что из шоколадных масс, содержащих жира не более 26-29 процентов, быстрее и легче удаляется влага и летучие соединения. Некоторые кондитерские предприятия используют ратационные конш-машины не только для ускоренной обработки шоколадных масс, но и для производства шоколада, содержащего какао-масло в меньших количествах по сравнению с обычно принятым. Производство такого шоколада является примером наиболее эффективного использования какао-бобов. Однако сокращение содержания какао-масла в шоколаде допустимо только при условии сохранения его структурно-механических показателей – твердости, хрупкости и т.п. и при отсутствии дополнительных трудностей в ходе технологического процесса, в частности при формовании. Исследования, проведенные Ермаковы и Клишко, выявили наиболее оптимальный режим производства шоколада с применением ратационных конш-машин для обработки шоколадных масс. Критерием качества шоколадных масс, как и в других случаях, служит вязкость в ее минимальном постоянном значении. Для быстрого достижения этой минимальной вязкости, служащей показателем разрушенной структуры, а следовательно и возможности направления шоколадной массы на окончательную операцию, на формование, в систему вводятся одновременно основные факторы воздействия. Хлопьевидная шоколадная масса после вальцевания поступает в загрузочную часть машины одновременно с какао-маслом, количество которого рассчитано так, что общее содержание его в массе не превышает 31-32%. При этом предварительно разогретая машина пущена в ход. Тепло, механическое воздействие вращающихся мешалок и наличие какао-масла, одновременно влияя в одном направлении, приводит к тому, что восстановление пластических свойств шоколадных массы происходит значительно быстрее, чем в приведенном ранее способе с применением фазы сухого конширования 8-10 часов вместо 18. В машине загрузочная и собственно конширующая часть могут быть изолированы одна от другой, что используется при загрузке массы и совмещены, когда масса приобрела пластическое состояние и способна циркулировать между ними. Частота вращения перемешивающих устройств повышается и следовательно интенсивность конширования становится все большей. Обработка шоколадной массы на максимальной частоте вращения продолжается в течение 10-20 часов для обыкновенных сортов шоколада, 40-45 часов для десертных. Температура обработки 70 градусов Цельсия, для молочных сортов 50. Затем, уменьшив частоту вращения мешалок, вводят фосфатиды и для равномерного их распределения в массе продолжают обработку в течение полутора-двух часов. Таким образом, общая продолжительность конширования в ротационных конш машинах не превышает 50-57 часов, тогда как в продольных она составляет 72 часа. Вязкость массы проверяется перед концом обработки, обеспечивающая оптимальные условия формования не превышает 11-14 паскаль секунда. Если вязкость вышеуказанной, ее снижают добавлением какао-масла, рассчитывая его количества так, чтобы общее содержание жира в шоколадной массе было равно минимальному рецептурному пределу. С целью сокращения цикла производства шоколада предпринимаются попытки упростить процесс приготовления шоколадной массы главным образом путем исключения конширования. По одному из таких способов, какао-тертый и сахар, предварительно тонко измельченные, смешиваются в смесителе с какао-маслом и разжижителем. Интенсивная механическая обработка при смешивании и воздействии фосфатидов приводит к значительному снижению вязкости. Полученная жидкая шоколадная масса перекачивается в следующий обогреваемый шнековый смеситель, где с помощью вакуума происходит удаление из нее влаги или тучих веществ. По другому способу рекомендуется предварительная обработка какао-тертого ультразвуком, после которой оно в смесителе смешивается со всем остальным сырьем. Смесь грубо измельчается в диспергирующей установке, а затем в коллоидной мельнице при большей частоте вращения. Шоколадная масса тонко измельчается и разжижается. Известный интерес представляет третий способ приготовления шоколадной массы, при котором применяют два конширующих устройства. Измельченная смесь сырья многократно циркулирует, переходя не менее 8-10 раз из одного конша в другой через емкости, куда добавляются фосфатиды и нагнетается воздух, уносящий влагу и летучие вещества. В этой видео лекции мы с вами рассмотрели производство десертных шоколадных масс, одной из важнейших операций при производстве десертных масс является операция конширования, то есть обработка в конш машинах. Сами конш машины мы с вами рассмотрим в отдельном видео, потому что они требуют отдельного внимания. А на этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!